Этот марафон побил рекорды прошлых лет. В Сочи собралось около 5000 участников. Это представители 412 городов России и 25 стран дальнего и ближнего зарубежья. В Сочи ехали из Владивостока, Калининграда, Германии, Австрии и даже Австралии. Центральные улицы курорта были закрыты для транспорта и принадлежали только бегунам. Как говорят сами участники Сочи марафона, это самый теплый старт в России в ноябре. И погода не подвела. Уже утром было плюс 20, днем вообще жарко. В забеге участвовали как профессионалы, так и начинающие марафонцы. Мы специально приехали с другом с Ростова на Дону. Настроение просто огонь. Друзья, занимайтесь спортом. Это на самом деле лучшее, что можно быть в этой жизни. Я думаю, нас жители города простят, которые немножко где-то в пробках постоят, где-то не доедут. Но на самом деле это реально классный праздник спорта. В 10 часов был дан старт. Спортсмены могли выбрать одну из трех дистанций – 10, 21 или 42 километра. Никаких ограничений по физической подготовке или возрасту не было. Среди участников традиционно немало людей серебряного возраста. Сегодня здесь стартует мужчина, которому 81 год. Он приехал к нам с Перми для того, чтобы бежать в полумарафон. Кстати, было до регистрации. Не исключено, что даже есть более старшие. Обычно к нам приезжает женщина из Туапсе, которая 83 года. И она совершенно легко преодолевает дистанцию в 10 километров, с улыбкой финиширует и получает массу аплодисментов. Про болельщиков, которые стали ждать спортсменов на финише, тоже не забыли. Для них организовали шоу-программы и мастер-классы по воркауту. Весь 500 почета по итогам марафона заняли россияне. Они были лучшими на всех дистанциях. Победителям вручили кубки, медали и почетные призы. Ну, а самой быстрой среди женщин была Наталья Волгина. Ее результат – 3 часа, 4 минуты и 20 секунд. Среди мужчин Александра Павлинин он пробежал 42 километра за 2 часа, 26 минут и 46 секунд. Кстати, именно Павлинин был победителем Сочи-марафона в прошлом году. Ему не хватило до мирового рекорда всего 19 минут.